В ближайшие пять лет с территории Украины могут полностью исчезнуть подснежники. Однако этот факт не останавливает торговцев. Как борются с незаконной торговлей во Львовской области, расскажет Галина Якушко. Трасса Львов-Золочи в 10 часов утра на обочине женщина с охапкой маленьких букетов из белых трехлепестковых первоцветов. Эти цветы занесены в красную книгу. Увидев камеру подробностей, продавщица пытается скрыться. Вы знаете, что их не можно продавать? Давай сюда, давай. Оказывается, женщина не одна. Вот эта девушка пыталась спрятать сорванные цветы в пакет, но полицейские, патрулирующие трассу, товар конфисковали. Вы на рейд? Да. На рейд в этом районе выходят и представители к инспекции. Говорят, за три дня ни одного нарушителя. Я думаю, что это посприяла погода, потому что были сильные морозы, и просто им реально было в лесе где-то вырастить этим подснежником. Чаще всего продажи краснокнижных подснежников промышляют жители сел, расположенных неподалеку от лесов. Но проверять людей, говорят инспекторы, у них нет полномочий. Если у вас есть видео, то нужно бы скрывать материалы правоохранительных органов, чтобы они становились сначала особой. Если они становятся особой, тогда они бы направили нам документы для притягивания до инспекции. Где ростут? Да. Скажут, где сразу. Где найти первоцветы в придрожном поселке, знает каждый. Владимира мы встретили первым. На остановке он охотно согласился показать поляны с подснежниками. Люди идут и потрошат, требуется за слово. Идем около километра вглубь леса. Владимир рассказывает, местные жители выкапывают луковицы и выращивают цветы дома. Таким браконьерством занимаются около двух десятков селян, говорит Владимир. Полиции не боятся. Штраф можно получить только за нелегальную торговлю. Это в среднем 3000 гривен. Да и то по решению суда. Активисты говорят, заниматься продажей первоцветов станет невыгодно только тогда, когда их перестанут покупать. Но цена на букет этому не способствует. Захапку первоцветов просят от 15 гривен.